Андрей Андреевич, я не буду оригинален, я начну с расспросов относительно Вашей оценки плана Победы Зеленского. Сегодня уже огромное количество комментариев, там Орбан поделился своими физиологическими наблюдениями над своим собственным телом, он сказал, что его бросает в дрожь от плана Победы Зеленского, я считаю, что это комплимент, не знаю какой. Там всякие фантазии, фантазиями поделилась Мария Захарова, ну в общем, короче говоря, все, кому надо, отметились. Я не скрою, что очень многих, в том числе и из нашей с вами социальной группы, назовем ее так, российская политическая миграция, очень многие очень скептически отнеслись к этому плану. Ну просто вдребезги разнес этот план Альфред Кох, ну совсем запредельную активность и агрессивность по отношению оценки этого плана проявила Юлия Латынина. Ну в общем, короче, все, кто надо, отметился. Ваша оценка, насколько этот план с вашей точки зрения реалистичен, ну если можно, несколько слов, вот что это такое, вот с точки зрения реалистичности, эффективности, насколько действительно реализация этого плана поможет закончить войну в 2025 году, как сказал президент Зеленский. Ну это выступление Зеленского в Раде, прежде всего, было адресовано Западу. Это очень жесткий, упрек слишком мягкое слово. Это обвинение Запада, его совершенно неадекватные реакции на агрессию России. Зеленский правильно подчеркнул, что Украина третий год, истекая кровью, сражается не только за себя, защищая весь Запад от путинской агрессии, и Запад так и не определился, что же он, какие цели он ставит в этой войне. Победа Украины или, как часто формулировалось это самыми видными представителями Запада, не дать возможность Украине проиграть. Первым пунктом Зеленский поставил вопрос принятия в НАТО. Но я бы уточнил, что именно он имеет в виду, он говорит о немедленном появлении приглашения в НАТО. Это формальная такая конструкция, весь процесс присоединения к НАТО, он такой многоступенчатый, и тут важный этап, решающий это приглашение к НАТО. Это не значит, что завтра Украина станет членом НАТО, но это очень важный шаг, на который не решается до сих пор Запад. Ну, в частности, этот вопрос обсуждался на последнем саммите НАТО. И, как мы знаем, примерно 20 членов НАТО готовы были поддержать официальное приглашение Украины к вступлению к НАТО. Но среди тех, кто были против, было два очень важных государства – Соединенные Штаты и Германия. Почему сейчас Еленский ставит этот вопрос? Потому что война вступила в очень критический период. Ну, сейчас абсолютно ясно, что украинская война состоит как бы из двух компонентов. Одна – это такое тягучее перетягивание сил вдоль тысячкометровой линии соперосновения. Тут ни одна из сторон не может достичь решающего превосходства. Это понятно, что после своего поражения под Киевом несколько лет назад уже ясно – Россия никогда не дойдет. Не то, что до Киева Николаева, до Харькова они никогда не дойдут. Но также понятно, что и украинская армия не может пройти с боями по вселению фронта путь, отделяющий ее границами с первого года. Это война на истощение, но в которой стратегическое преимущество России. У нее больше ресурсов, но теперь, особенно с появлением Блоковских тьмы и тьмы азиатов с раскосыми и жадными глазами, есть техническая помощь в величайшем мире государству оказывается в таких странах, считавшихся даже четвертым миром – Иран и Корея. И эта война на истощение, она, конечно, не может продолжаться вечно. У каждого народа, даже самого героического, есть предел сопротивления. Но, к счастью, есть другой компонент в этой войне, излучайно выгодный для Украины. Это слабое место всей российской военной машины – это Крымский полуостров. Меня все время упрекают торжествующие боты, что я повторяю одно и то же. Но я всегда буду повторять одно и то же очевидное, очевидное, что не обладая совершенно ни авиацией, ни морским флотом, Украина достигла там невероятных успехов. Она изгнела российский военный флот из Крыма и безнаказанно уничтожает там авиацию. Поэтому есть очевидный план, всем понятный. Я не буду называть его планом Пенковского, хотя единственный человек, который год повторяет это буквально, – это передача самолетов F-16, да и не обязательно F-16, любых западных самолетов, в количестве которых способны решить исход войны. Это не 20, 30, это 100, 150, 200. Вот порядок 100-200 самолетов, вооруженных современными ракетами «Джессенс». И что этому препятствует? Самолетов тьма. Тьма на складах НАТО, 6000 самолетов, одних F-16. Препятствует нелепая красная линия, наложенная на себя в Украине ее союзникам, что пилотировать ее самолеты могут только украинские летчики. Но вот два года носили с этими планами подготовка к украинску летчиков, подготовлено примерно 30-40 украинских летчиков, но нужно 100-200 самолетов. Этот вопрос решается, и он уже вслед за мной повторяли уже эти тезисы. Гораздо более влиятельные люди, президент Макрон, совсем недавно, кстати, он вновь оправившись от участия в выборах, в Олимпийских играх, он вернулся в свои риторики по Украине, на встрече с Зеленскими, он сказал, что к будущему году он собирается поставить миражи с экипажами, с французскими экипажами, так говорится. И на другой момент был очень важный, на встрече Зеленского с группой американских сенаторов, в начале прошлого месяца с представителями обеих партий, она возглавлялась с республиканцем Крахомом и демократом Блюментаном, было публично заявлено, что необходима поставка самолетов западным экипажем. Вот этот очень простой шаг, наибольший политическое решение, он открывает возможность закончить войну, да, в 25-м году, если сделать это сегодня, можно и на Нового года. Это такое создание, по существу, такой воздушной армады. Не отдельные самолеты, а вот это сотни, две самолетов, с обслуживающим персоналом, с наземными службами. Ну и, естественно, аэродромы, основными аэродромами базированы будут румынские и польские. В общем, эта идея, она продвигается, но продвигается она очень медленно. Ну и, а кроме того, есть еще одна красная линия, кроме этого, ну, это уже абсолютно наглядный, казалось бы, решенный вопрос о том, что снять все дурацкие ограничения на удары глупой российской территории. Вообще, это загадочная история. Мы же помним еще, сколько, два или три месяца назад блестящее выступление Макова, председатель комиссии по иностранным, где он в Конгрессе, где он на графиках показал, вот что происходит, вот что мы творим, господа сенаторы и члены палаты. Российские самолеты поднимаются в Единую-Белгородскую область, и тронуть их нельзя, парадромы ударить нельзя. Они оттуда запускают эти самые планирующие страшные бомбы, уничтожающие мирные кварталы Харькова и других городов. Казалось бы, этот вопрос решен. Вот в начале октября был визит Блинкина в Киев. Так вот, за день до этого визита тот же Маков, который занимается со стороны республиканцев работой с американской администрацией, требующей осуществить план победы в Украине, он заявил публично. Я разговаривал сегодня с Блинкин, и он мне обещал, что в Киеве он заявил про отказы от этого ограничения. Но в Киеве Блинкин, очень смущенный, бромотал какую-то хрень, что вы знаете, а вам они очень нужны, эти удары, вы лучше бейте по Крыму, тут мы разрешаем. Да и их мало у вас, что значит мало, да и больше. В общем, бред стал. Более дальше бред продолжался на более высоком уровне. Через три дня была встреча британского премьер-министра с президентом Байденом. Британец заявил, что да, я еду в Вашингтон, и мы собираемся там коллективно заявить об отказе от этого ограничения. И снова ничего не было. Два генерального сентября НАТО, и уходящий из Столтенберг, и новой рютки, они заявили, что да, на уровне НАТО решено снять эти ограничения, но они до сих пор не сняты. Это невиданного просто проявляет. Вот дедушка Байден, друг совершенно даже, к нему было много претензий у нас за эти три года войны, но в конце концов, вся эта картина повторялась тысячи раз. В конце концов, под давлением Украины, союзников американского политического администрации выдавала одно за другим в виде вооружений новых для Украины, но всегда с запозданием и в недостаточных количествах. Но сейчас просто совершенно неожиданное упорство. Последняя возможность, это, конечно, для Байдена решить этот вопрос. Сейчас, это завтра, завтра в Берлине будет проходить, ну, фактически совещание, военный совет большой, большой семерки. Так вот такая ситуация возникла, что Соединенные Штаты, почему Запад препятствует победе Украине? Вот заявление Зеленского, оно обращено к Западу с требованием определиться. Вы вообще поддерживаете, какова ваша цель в войне? Если это цель победы Украины, то нужно или предоставить самолеты, западные самолеты с экипажами, и они решат вопроса о освобождении Крыма, что подорвет полностью путинский режим и не сможет дальше продолжать войну. Либо, он так заострил этот вопрос НАТО под общей, я думаю, что Зеленский рассматривает, и он обязан рассматривать, украинский коммунистер обязывает рассматривать вариант прихода Трампа к власти. И по существу Зеленский даёт понять, что как минимум необходимой Западной поддержки это та, которая условно называется планом Пампелло. Я бы назвал это, скорее, планом Киссинджа. Эту идею высказал Киссинджа ещё летом 1922 года, что вообще со стороны Киссинджа было интеллектуальным и политическим подвигом, совершённым накануне его столетия. Ведь Киссинджа – это была основная фигура такого соглашательства с Россией. 15 лет он яростно выступал против расширения НАТО, за фенолизацию Украины. И он сказал, что я делал это для того, чтобы предотвратить войну. И я оказался неправ. Это и моя политика привела к войне. И он выдвинул новую идею. Принятие, которое противоречило всем канонам НАТО. Принятие НАТО – часть Украины, та часть, которая находится под контролем Киева. Это 80% территории Киева. То есть схема примерно такая. Ну вот, скажем, заключается переменение по линии прекращения огня. И дальше опять нужно уточнение. Принять НАТО юридически невозможно будет, потому что есть Венгрия, есть Словакия. И вот господин Фико уже пискнул немедленно после выступления Зеленского, что Словакия будет возражать против принятия Украины. Но тут же важно не шашечки, а ехать важно. Принятие в НАТО подразумевает по плану Киссинджа и Помпео. И, видимо, его имя в виду Зеленский, когда первым пунктом поднял вопрос о немедленном приглашении в НАТО. Это, ну, декларация. Вот мы же знаем, на прошлом... 20 стран, я уже говорил, на прошлом, сам Динато выступил. Вот эти 20 стран, и у них уже, наверное, будет 25, просто заявляют о том, что не предоставляют Украине те же гарантии, которые предоставлены по АТК-5, но до формального вступления Украины в НАТО, которое там будет длиться некоторое время. Это полностью повторяет принятие в Ферративной Республике Германии в НАТО в 1953 году. И относительно этого сценария задаются вопросы, а как же Путин же на это не согласится, это же все равно для него страшное поражение. А никто Путин спрашивать не будет. НАТО не спрашивает же у товарища Сталина. Товарищ Сталин, вы не возражаете, чтобы мы приняли ФРГ в НАТО? Нет, они приняли ФРГ в НАТО и заявили, что в случае российского продвижения будут защищать эту территорию в соответствии с статьей 5 и НАТО. А что касается территории Германии, называемой так называемой ГДР, ОРДО немецкая, А что касается ОРДО немецкого, они заявили, что никогда не признают, они признают право ферративно с мирными средствами добиваться воссоединения Германии и ни в коем случае не будут поддерживать какие-либо военные действия ФРГ направлены на расширение своей территории. Это не идеальный план в Украине, это не идеальный план. Я скажу, что план Пианковского или Макрона, он намного лучше, он решает вопрос полного возвращения территории. Но если Запад на это не готов, тем более Трамп вообще неизвестен, а отношение Трампа к Украине и его такая психологическая зависимость от Путина более чем известны. И он окружился, все еще ближайшие люди, вице-президенты Бенц, сын Трампа, и эти люди превосходят даже Трампа лично, тот немножко себя сдерживает в своей риторике ненависти в Украине. Но их можно сравнить, их оценки можно сравнить только с оценками тех замечательных, хороших русских, о которых вы упомянули. Вот Еленский, по сути, что говорит? Решайте, господа американцы. Или вы даете авиацию с летчиками-добровольцами, и Украина делает всю работу сама. Если вы на это не готовы, если вы не готовы, давайте разговаривать о вариантах Пуана Пампео-Киссинджа. Вот так я читаю его обращение. Кстати, все другие пункты, они тоже соответствуют этой концепции. Он, ну, вторым пунктом он потребовал, ну, немедленно, об этом же невозможно просто нормально разговаривать. Почему до сих пор существует это ограничение, которое требует снять большинство американского конгресса, ограничение удара в голову в России. И третьим пунктом там было присутствие присутствие западных военнослужащих на территории Украины. Фактически создание баз, баз НАТО. Ну, это формулировки Макрона. Самолеты и персонал. А последний раз, вот последнего высказывания, вовремя встречи, в Еленске было даже, дальше несколько пошло, чем вот весной. Это, наверное, Макроны, самолеты, я готов послать французских военнослужащих, тем более, тем более, что они уже присутствуют. Он заявил, обслуживает ракеты и скайп. А на это, я же сказал, самолеты, экипажи и наземные службы. Это решает вопрос победы абсолютной в 2025 году. Если нет, тем более, скорее всего, при Трампе на это вообще невозможно надеяться. Вот этот план Помпео и Помпео Кисержа. Почему я рассматриваю в Еленске, я рассматриваю как реалистичный. Ну, потому что Трамп со всей своей неночкой в Украине, он приходит к власти, но президент Соединенных Штатов это не абсолютно диктатор. И мы видим, что этот план, конечно, поддерживается проукраинским большинством республиканцев в Сенате. И они будут оказывать очень важное, ну, из кого будет состоять администрация Трампа. Вот если форен-секретаре государственным диктатом станет Помпео, то он станет для того, чтобы осуществить свой план. А проукраинские республиканцы, они обладают очень серьезными рычагами влияния. Без Конгресса, без Сената Трамп не может утвердить ни одного министра своего правительства. Поэтому, несмотря на всю зависимость Трампа от Москвы, давление конгрессменов, в том числе республиканских, будет большим оказывать влияние на формирование правительства. К сожалению, я говорю об этом как о реальной плане возможностей, потому что мы видим, мы наблюдаем, я хочу, если я правильно прогнозирую вас следующий вопрос, наверное, а как идет избирательная кампания в Соединенных Штатах и какое место занимает вопрос Украины и Израиля. Андрей Ильич, если можно перед этим, перед кампанией в США, это, конечно, второй блок нашего разговора, но перед этим я хотел услышать вашу оценку буквально недавнего только что выступления Зеленского, где он четко сказал, что есть альтернатива, либо вы нас принимаете в НАТО, либо Украина создает свое ядерное оружие. И на самом деле после этого последовало довольно очевидное всем известное подтверждение со стороны специалистов украинских по ядерщиков, которые сказали, что несколько очень короткое время Украине потребуется для того, чтобы создать свое ядерное оружие, потому что именно Украина была одним из основных центров в Советском Союзе, где создавалось ядерное оружие. Здесь я не буду перечислять эти центры, вы их лучше меня знаете, поскольку вы как бы математика, кибернетика, тот самый институт кибернетики знаменитый, вообще школа украинской ядерной физики хорошо известна. То есть я думаю, что вот это альтернатива. Как вы считаете, насколько вот ставя перед таким выбором Соединенные Штаты Америки, прежде всего Соединенные Штаты Америки и ФРГ, Зеленский может, ну, я не знаю, недоброжелатели могут говорить о шантаже, что Явлинский просто шантажирует. Я воспринимаю это иначе. Я считаю, что Зеленский просто ставит перед выбором. Либо мы создаем ядерное оружие, либо вы принимаете наш план. То есть, короче говоря, потому что, ну, действительно, в противном случае Зеленский должен просто созерцать, как Украина гибнет. Потому что, ну, понятно, что если ничего не делать, то действительно постепенно вот это преимущество в людях огромное, кратное преимущество в снарядах. Северная Корея там еще добавит. Ну, и в конечном итоге, действительно, просто украинцы кончатся, если так делай пойдет. Поэтому вот вопрос. Как вы относитесь к этой альтернативе Зеленского? Насколько она сейчас? Ну, это логическое завершение вчерашнего выступления. Скажем, это очень жесткое, очень серьезное разговоры с Западом. И он предлагает три варианта. Ну, первый, самый выигрышный, это дать самолеты, дать ракеты, дать летчиков и выигрыш вымыть русских из Крыма, и на этом война заканчивается. Мы понимаем, что политический режим этого не выигрыш. Второй вариант, это он рассчитан на Трампа и деятельность правоколинских революционных гранцев в администрации Трампа. Это вот план Писенжа, Помпео, аналог вступления вступления в НАТО. Ну, это уже очень большая выступка, но, видимо, Украина готова все-таки это рассмотреть, ну, потому что в любом случае это победа Украины и поражение Путина, поражение Путина колоссальное, и вот это возвращение территории, которые остаются оккупированной Россией, оно будет быстрее, чем возвращение ГДР, там, потребовалось не 30-40 лет будет идти эти процессы, скорее всего, 34-е, и, наконец, 4-е, и 3-е, если вы, наверное, не согласитесь, у нас останется только один способ удерживания российской агрессии, это ядерное оружие, а что касается технических совершенно права, я вам скажу больше, я вам скажу, что в практическом смысле Украина сейчас ближе к ядерному оружию, чем Иран, например, и, 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 юридовскому ядерной сделкой, уже, уже достаточно наработала обогащенная урана для несколько боеголовок, это не проблема, проблема, которая сталкивается сейчас Иран, это компоновка боеголовки, компоновка боеголовки, которая может, с помощью которой можно уничтожить 10 миллионов евреев, проживающих в Израиле, кстати, над этой, я, я совершенно убежден, что за ракеты и шахеды русские платят сейчас консультациями по компоновке этой боеголовки, а у украинцев никаких проблем технических нет, они все это сами делали в Советском Союзе, очень вот сегодняшнее заявление да, оно придает логичность, встроенную логичность этого трагического, если хотите, обращения к Западу, которое свидетельствует, что Украина никогда не задастся русским. Андрей Андреевич, вот теперь вторая часть нашего разговора, конечно, не менее важная, что происходит в Соединенных Штатах Америки. Здесь разные сведения, я, как всегда, внимательно слежу за социологическими опросами, хотя точно знаю, что в условиях особенностей американской избирательной системы, эти опросы зачастую не имеют никакого отношения к результату. То есть, мы знаем огромное количество примеров, когда большинство американцев голосовали, ну, не огромное, а несколько примеров, когда большинство американцев голосовали за одного, рейтинги показывали преимущество одного, президентом становился другой кандидат. Вот ваша оценка, что сейчас происходит в избирательной кампании? Ну, во-первых, я вступил сюда немножко из социологов. Эти примеры обычно говорят, вот все предсказывали победу Клинтон, а победил Трамп. Ничего подобного. Тогда социологи совершили другую ошибку. Они правильно, правильно предсказывали соотношение голосов по национальному масштабу. Клинтон действительно получил там, по-моему, на 3 или 4 миллиона голосов больше. Ну, по американской и иотской, не скажу другого, системе выборов президента, ну, она определена была первой конституцией, тогда штаты еще не понимали до конца, что это конфедерация или федерация, и вот по этой системе президент сбиваются выборщиками с различных штатов. Демографические тенденции настолько искажают эту картину, что, например, в Калифорнии демократы получают большинство, например, 10 миллионов, но это им не дает ни одного лишнего голоса, если бы они получили просто 10 человек, а в какой-нибудь маленький штат там полностью, которым на несколько тысяч больше получил один Трамп, он получает весь состав выборщиков. Поэтому их ошибка была в том, что они совершенно не анализировали результаты голосования по штату, но в общем, они правильно, сейчас они внимательно этим занимаются, я доверяю больше этим экспертам. Ну, картина такая, картина последней недели, она разделяется всеми, что начавшаяся достаточно удачная, энергичная избирательная кампания господи Харри буксует, буксует. Вот она ликвидировала очень быстро то преимущество Трампа, которое тот имел в 5-6 процентов над Байденом и в национальном масштабе, и в большинстве колебующих штатов, но дальше вот она не идти не удалось, так как осталось очень мало времени, я бы сказал так, что выборы сейчас зависят от брошенной монетки, невозможно предсказать, у кого там в штате Пенсильвания Мичиган окажется на 10 тысяч больше, выборы действительно зависят от ряда случайных обстоятельств, и предсказать их невозможно, может победить и тот и другой кандидат, но вот такую явную ошибку делают лагеря демократов, октябрь это уже последний решающий месяц в компании, многие уже проголосовали, идет голосование по почте, и основная масса избирателей определилась, те, которые голосуют за демократов, те, которые голосуют за республиканцам, отчаянная борьба кандидатов ведет за колеблющихся, за неопределившихся, не принявших окончательного решения, вот особенность данного цикла избирателей, что образовалась такая очевидная большая группа, такой корпус, кластер колеблющихся избирателей, это про-украинские республиканцы, это те республиканцы, которые на прамере голосовали за Ники Хейли, это те республиканцы, лидерами которых являлись три замечательных председателя комитетов в палате Мако, Роджерс и Торнер, они многие сейчас многие республиканцы с таким бэкграундом в области безопасности внешней политики, бывшие министры, члены кабинетом, они выступают с коллективными заявлениями, призывающими голосовать за Харрис, не из-за того, что Харрис вызывает какие-то большие восторги, но эти люди обеспокоены вот, во-первых, полной неодерпатностью Байдена в вопросах внешней политики и безопасности, он просто не понимает, вот если говорить о том, что такое лидерская роль свободного, лидерство свободного мира и война, объявленная террористическими группами против свободного мира, ну, он просто не не владеет этими терминами, они ему неизвестны, их нет, его отрезарвался, он представляет большую угрозу в этом плане, поэтому у нее был большой шанс завоевать на свою сторону этих избираний, но для этого, для этого и нужно было дистанцироваться, дистанцироваться от Байдена занять более такую проукраинскую позицию, чем Байден, вот она это начала делать правильно, у нее было прекрасное выступление на пресс-конференции Зеленским, она там произносила очень хорошие слова о значении Украины, это не какой-то конфликт на другом конце света, это Денис, она сказала фразу, ну вот, мне, к сожалению, она не пришла в голову раньше, это хороший у нее был спец-конференция, что это одно из важнейших событий в истории Соединенных Штатов, которые определяют, кто мы такие американцы, что мы представляем и что такое Америка, сравнивая это с вступлением Америки в Первую мировую войну и во Вторую мировую войну, очень хорошо, но это замечательные слова, но их-то надо подтверждать какими-то делами, а дело-то она не может совершать, вот я уже говорил, сколько раз я выступал еще до того, как Байден сошел с дистанцией, что если Байден в постоянном здоровье не может участвовать в выборах, то тем более в постоянном здоровье он не может выполнять роль президента и главнокомандующего в ведущей войне, если бы он ушел в отставку с просто президентом, Харри стала бы президентом, не исполняющим президентом, а полным президентом, она могла бы вот эти свои слова подтвердить, ну во-первых, немедленным снятием всех этих идиотских ограничений на удары по российской территории, а дальше пойти по стопам Макрона, Зеленского, Блементаля, Грехома, извините, Пьянковского и организовать предоставление самолетов западных она не будет этого сделать, ее прекрасные слова повисают в воздухе, но есть еще более страшное обстоятельство, которое мешает ей перетянуть на эту сторону республиканцы, это ревеновские республиканцы классические, они же не только за поддержку Украины, они и за поддержку Израиля, а что они видят, а вот в отношении Израиля, ну, победение Байдена, ну, просто чудовищно последний, последний месяц, он делает все, чтобы не дать, не дать Израилю одержать историческую победу не только его врагом, но над врагом, всего, что над врагом фашистов, исламскими, фашистами, иранскими. Вы же видите, что творится, каждый шаг, который предпринимает израильский премьер-министр, ему дается с громадным сопротивлением администрации Байна, они ему запрещали все. Кстати, мы можем поздравить Израиль с блестящей победой сегодня, очень важной, символической победой уничтожения, уничтожения главаря Хамаза, Синуара. Это серия побед, одержанная над Хамазом и Хазбула, она должна быть продержана, Израиль не скрывает своего стремления, продолжить его, как сказали Галанты и Натальяхун, они собираются нести неожиданный смертоносный удар по иранскому режиму. Иранский режим голенький сейчас, в разном положении. Они породили вот эту ХСБУ с громадным ракетным потенциалом, тысячи ракет, прежде всего, как механизм сдерживания возможной атаки Израиля, в том числе, на ядерный комплекс Ирана. Но Израиль практически уничтожил этот детеренс, это сдерживание. Три четверти, по оценкам изразками, три четверти ракетного потенциала ХСБУ уничтожено, и в общем Израиль может провести удар, решив комплексно несколько вопросов. Первый, уничтожение ядерной программы Ирана. Вот тут такими доброхотами якобы техническими специалистами сдаются все время возражения. А как это невозможно? их заводы по обогащению урана, например, они глубоко под землей, это только американцы могут, американцы не... Заводы по обогащению урана уничтожать поздно. Их надо уничтожать было раньше. Обогащенный уран, как я бы сказал, на несколько боеголовок у Ирана есть. Иран сейчас лихорадочный с помощью российских специалистов, вот в те самые минуты, как мы с вами говорим, решает вопрос компоновки, компоновки боеголовки, которая может нанести смертельный удар по Израилю. А израильская разведка знает хорошо все, и где эти специалисты, и где эти боеголовки, то есть это туда неистенно способно, она просто обязана для сохранения своего государства нанести, этот удар. Второй удар совершенно тоже очевидный, это нефтянея, нефтянка иранская, прежде всего порты, порты в Персидском заливе, откуда идет экспорт иранской нефти, это просто ставят, сводят на ноль всю иранскую экономику. Ну и дальше, в общем, почему бы не продолжать вот эту прекрасную линию ликвидации исламских фашистов, Ханаи, лидер Хамаза, Насрава, сегодня вот Сенуар, почему бы не пройтись по Иратову, начиная с Верховным, они же организаторы всех этих преступлений ирана. Вот это сейчас, вот это туда способны нанести израильская армия, а он приведет к падению иранского режима. Ведь вот говорят, вы что там, что вы предлагаете смену режима, войну с Ираном, это кто пойдет в американские войны, да никаких сухопутных частей, для смены режима в Иране не понадобится. Вот те меры, ликвидация ядерного потенциала, ликвидация под ноль экономики Ирана и уничтожение головки и АТО, они приведут хаосу к Иране. Мы же видим, что творится в Иране. Раз в два года там поднимается выступление молодежи городских войск против режима. Оно же с решающим образом подавляется. Сотни людей расстреляны, повешены, казнены. Это первое. А второе, там очень мощное движение национальных групп. Ну, прежде всего, 30 миллионов азербайджанцев, они просто ждут, ждут сигнала. Я вам скажу, что будет на следующий день, если Израиль решится. А я думаю, что вдохновленный сегодняшним уставом, Израиль может плюнуть на дедушку Байдена и решиться на удар по максимуму. Просто на следующий день, после таких событий в Тегеране, турецкая и азербайджанская армия войдут в Иранский Азербайджан для обеспечения безопасности своих соотечественников. Это только одна группа этническая у иранского руководства есть большие проблемы с курдами, как известно, и с Беруджами. То есть, это очень хрупкий элемент. И возвращаясь к Украине, это громадное уничтожение иранского режима, это громадный успех наших израильских союзников и братьев на пользу Украины. Ну, во-первых, количество израильских иранского оружия, оно используется интенсивно русскими, а во-вторых, это символический акт. Для Путина в бункере это будет уже совершенно невероятная последовательность врагов Запада, уничтоженных израиль. Это мне напоминает сцену из знаменитого фильма вместо встречи знать нельзя, когда Высоцкий произносит «А теперь горбатый», потому что «Ханаи», «Насрала», «Синуа», «А теперь плешивый» вот что услышат в путинском бункере. Соединенные Штаты сейчас отчаянно занимаются тем, чтобы лишить возможности Израиля коренным образом изменить ход Четвертой мировой войны. Ну, я уже не говорил, очевидно, что это глубоко моральная позиция Америки и предательство ее союзе, но это еще глупейшая политика. Почему этого отчаяния пытается хватать за руки израильтян Байдена и не позволять ему носить решающие удары саму врагу? Он боится потерять голоса так называемых прогрессистов. Ведь вот значительное влияние в демократической партии на это до треть депутатов Конгресса это так называемые прогрессисты, те, которые организуют пропалестинские митинги по существу требуя уничтожения Израиля. И Байден боится прослыть вы в глазах сторонникам Израиля и потерять голоса для демократов на выборах. Но это совершенно неверный расчет. Вот это политизированное большинство прогрессистов, но они хорошо предстанут демократической партии в Конгрессе, но они явно меньшинство на общим американским избирателем. Успехи Израиля они наоборот вдохновляют американцев на дальнейшую поддержку. Ведь те же общественные вы внимательно следите за своими коллегами социологами, вы знаете, что удивительно для американцев, которые считаются интересующей внешней политики, устойчивый уровень поддержки Израиля, необходимости поддержки на 75%, а для Украины 65%. Это тоже очень большое, но естественно для Израиля больше, потому что часть американцев вообще мало представляет своего виноводства Украины, но Израиль они за последние 80 лет вывучили. То есть Байден совершает очень большую ошибку. Ничего он не потеряет, поддержав полностью Израиль и Украину, а вот как раз тех республиканских давайте встанем на их точку. Я знаю этих людей, я с ними разговариваю в Вашингтоне каждый день. Те проукраинские республиканцы, которые готовы были голосовать за Харси, и как я уже сказал, некоторые из них призывали к этому. Они сейчас рассуждают, ну что же творится-то? Творится. За что мы будем голосовать? За то, что Украина не снимают ограничения на удар по России, и за то, что Израиль, уже державшим блестящие победы, полностью, о котором остался заключительный, разящий, смертоносный удар по фашистскому иранскому режиму, и мы не можем за это голосовать. Да, Трамп, конечно, ужасен с своей зависимостью от России, с ним отношение к России, но мы сможем при Трампе как-то влиять на эту политику и не допустить. Но в самом случае колебания вполне понятны, и этим объясняется вот это торможение, торможение, отсутствие успеха у Харрис. Вот так, но вот такое состояние дел в ходе Четвертой мировой войны и в ходе избирательной кампании Соединенных Штатов. Продолжение следует...